Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 31 мая, я вот в городе Перми, в Руки Кама иду. Ну, это такой вот старый район в Перми, это мечеть наших уважаемых мусульман. А это вот старые дома. Но, к сожалению, вот, видите, там дальше шла монастырская тоже. Но, к сожалению, эти дома постепенно начинают сносить. Ну, дорогая уже земля. И исчезает какая-то определенная аура в старой Перми. Эти дома, как правило, были все с садами, с палисадниками, с такими, так сказать, двориками. Эта вот аура, она целиком, целиком передавала вот тот купеческий стиль моего города. Ну, вдоль Волги, Камы, в основном были купеческие герои. Да, и вот постепенно начинает она исчезать. Видите, этот забор, а за ним сад. Конечно, его никто не занимается, неухоженный сад. Но, тем не менее, вот он сад есть. Сейчас мы посмотрим. Вот он там, видите. Вот дом. Деревянный. Вот можно было бы сохранить эти дома. То есть лицевую сторону оставить. Лицевую сторону оставить, а там, так сказать, делать нормальное жилье. Но внешний фасад оставить нетронком. Сохранить вот этот уникальность Перми. Видите, еще дровняки вот стоят. Видите, собака бегает. Центр города. Представляете? Выходишь куточком. Выходишь куточком во двор, а там собака, дровняки, все. Вот тоже самое. Видите, сирень растет. Вот это вот такой особый уклад с того старого города, которого уже никогда не будет. Он исчез. Исчез. Построили новые дома. Вот новый дом стоит. Ну, без него как-то скучно, но неинтересно. Потому что хай-тек кругом. Сейчас я приеду. Это хай-тек и, так сказать, новостройки. Вот еще в далекий дом стоит. Видите, деревянный тоже снесут. И вот эти вот уникальные улочки, маленькие. Они, кстати, не исчезают. Исчезают, а с ними пусть исчезают города, исчезает особый колорит, особый стиль, особая аура. Но, к сожалению, это, видимо, неизбежная вещь. Но печально. Спасибо. Ваш Бессонов. Спасибо. Спасибо.